Бесноватые чадо Божие Бесноватые часто изгоняют Бесноватых, объясняют им, вразумляют их, говорит, что вот действительно как надо бороться со своим грехом, показывает апостолам. Помните, как апостолы не могли изгнать из Бесноватого мальчика, беса, что говорит, род бесовский изгоняется постом и молитвой. Вот уже даже если начать с этого и подсказки апостола, род бесовский изгоняется постом и молитвой, то уже мы понимаем, что где пост и молитва сходевают, там силе бесовской приступить нам проще. Молитва — это общение с Богом. Но человек состоит из тела и из души. Как бы мы душу свою не подавляли, как бы мы не концентрировались на своем теле, все равно душа жаждет общения с духовным миром. Душа не может общаться ни с тем материальным. И поэтому, если у нас не будет выстроено общение с Богом, общение в молитве, общение с духовным миром, не только мы свободны, мы можем общаться в молитве к Богу и со святыми, с ангелами, с престой Богородицей. На любом случае духовный мир благой. Святое место пусто не бывает. И род бесовский придет на то место, где нету молитвы. Про пост тоже. Пост — это недобродетель. Пост — это техническое средство, которое может немножко смирить нашу плоть, дать возможность духу нашему, высшей части нашей души достигнуть некоторого резвенного состояния, к которым с Богом общаться легко и к которому очень сложно сатане приступить. А если этого нет, то, увы, лукавый приходит, не заставит себя ждать. Бесноватые берутся потому, что они соглашаются свою свободу отдать сатане. Но сатана никогда ее не забирает полностью. А он подчиняет по чуть-чуть. Вот как человек берет и начинает там брать в долг, и вроде взял, перехватил, потом залез какой-то кредит, потом уже кредит не дают, потому что ты и так набрал, набрал микрокредит в подбешенные проценты ростовтические. В древнем мире это вообще все проще было. Это не то, что там банкротство какое-то. Просто в долгородство попадает человек. Но вот точно так же и человек, который подчиняется лукавому, это не обязательно сразу он берет и, ой, я вроде согрешил, а бесноватым не стал. Так нет, надо понимать, что беснования разной степени бывают. Вот в принципе верующий человек, который хочет пойти в Царство Небесное, но при этом совершает грех, он уже в этот момент, можно сказать, частично, не всеохватывающе, является бесноватым. Потому что он, зная, что этот поступок его не приведет к спасению души, а наоборот, подтолкнет в рабство дьявола, соглашается, говорит, хорошо, Сатана, ради греховного удовольствия, ради того, чтобы кому-то там врагам навредить, еще ради чего-то, ради материальной выгоды тоже самое. Чаще всего я готов подступить со своей свободой. Вот кусочек моей души, невесть, невесть, тут я христианин, а вот кусочек души. И здесь ты командой, и часть души уже бесу подчиняется. А как мы помним в ситуации с исцелением Гадаринского бесноватого, как он имя свое назвал, Легион, потому что столько бесов в нем было. Да, эти кусочки души могут заполняться, заполняться, заполняться. И Сатана берет и может все больше и больше охватывать душу человека. И человек уже берет, и когда вот, ну, как говорят, совсем совесть потерял, совсем человеческого нет. Да, потому что, ну, война, жестокость. Но, тем не менее, мы вспоминаем, да, война, да, жестокость. Но, тем не менее, вот какие-то части СС, карательные войска, да, или там полицаи, которые зверствовали. Но даже по сравнению просто с другими, тоже жестокими, жаждущими убивать людьми, еще больше человеческих образов теряют. То есть уже даже какие-то совсем эти понятия границы стираются у человека, он подчиняется греху еще больше, душа его в стане подчиняется, и он уже даже не имеет какой-то выгоды от того, что он творит зло. Продолжает зло творить, потому что зло уже насыщает его душу, не потому что душе это нужно, а потому что большая часть души контролируется силой бесовской. И вот это, это то беснование, конечно, которое самое опасное. А тут можно сказать, не, ну, бесноватый это вот, ну, кто там берет, разрывает цепи, живет в гробах, а вот какая-то это же вот там даже все эти хладнокровные какие-то или там рьяные убийцы, военные преступники, маньяки, но все-таки они же там вот, ну, не совсем бесноваты в Евангелии, а о каких-то других говорится. Да, вот просто Господь, опять же, прежде всего, и для выразумления окружающих иногда позволяет, позволяет и сатане реализовать желание не сатаны, а желание самого человека, который говорит, я хочу душу. Уже у него остается маленький кусочек свободной души, и он его подчиняет, тоже говорит, неуютно, моей души кусочек христианской души во всем этом подчиненном сатане состоянии, поэтому я хочу и ее сатане тоже подчинить. И вот тут, когда сатана подчиняет человеку, он уже не то, что не думает о пользе своей или пользе ближнего, он просто и себе начинает вредить. И как раз Господь это показывает, что сатана, который говорит, согласись, пусти меня в свою душу, я тебе помогу, он обманывает. Если пустить его в свою душу, то он не будет помогать, не будет делать властелином мира, а он будет в подучую бросать, он будет в огонь и воду кидать, он будет в могилу пойдешь лезть, жить, вместо того, чтобы в Гадаре, Гадара замечательные развалины, изумительные на территории современной Ордании, два театра там, как оттуда убежать из тенистых портиков в эту жаркую пустыню и в вонючие гробы забираться, да, какая польза от этого, так что бес издевается уже над человеком. И Господь показывает вот это крайнее состояние. Это крайнее состояние не достигается так единовременно. Его как раз получить можно опаснее всего, когда ты борешься с сатаной, бросаешь ему вызов, и он хочет тебя отомстить, тебя унизить. Потому что вот давайте прочем Евангелие от Луки, 11 глава, 24 стих. Он лучше всего отвечает, откуда вот все-таки берутся те самые полностью бесноватые, стопроцентные, которых мы имеем в виду. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. Да, дальше вот приходит, а дом прибран, чист, христианин работает над душой. Он там покаялся, он поисповедовался. Может, уже даже каждую неделю пришел поисповедоваться, а грехи все те же самые возвращаются. И ты находишься в некотором ослеплении, думаешь, ну я-то вот с Богом, я-то, в принципе, могу немножко грешить. Я в конце недели об этом отчитаюсь. И вот это самый прямой путь к беснованию. Именно бесноватые берутся не из безбожников, бесноватые берутся не из страшных злодеев, не из маньяков. Бесноватые берутся из тех, кто по своей гордости думает, я выше уже сатаны его козни. Я тут со Христом на «ты». Я уже настолько тут воцерковлен, православен, меня Господь настолько укрепляет, что я даже имею право на некоторые грехи, потому что, ну, добродетели из Евангелия читают, там, молюсь, причаюсь и так далее. Вот это самое опасное. Поэтому, дорогие братья и сестры, из вот этого стиха Евангелиста Луки мы видим, главное, что уж если мы решили бороться с сатаной, бороться до конца. Иначе мы на своем опыте можем, увы, узнать, откуда берется бесноватый в нашей собственной душе. Продолжение следует...